Жить на Бали, тут у меня какая-то палочка, стрекоза, сбесилась, в общем, жить на Бали с бешеной стрекозой и иметь постоянный доход. Присоединяйтесь, все с нами, чудесно. Привет, привет, привет. На Бали сейчас 23.00, у вас сейчас 6 вечера, у вас еще вечер в самом разгаре, мы уже скоро ложимся спать. Вот поэтому давайте сейчас вызовем Григория в эфир, если он нам запрос отправит, вызовем его в эфир и поговорим о тех самых профессиях, благодаря которым сейчас можно чувствовать себя. Так, вот он у нас. Так, ага. А мы скоро... О! Так, камеру надо протереть. Что-то ты в какой-то дымке. А вот так? Ты в Лондоне? В Тумане? Да-да, в Лондоне. Я в Лондоне, я в Нью-Йорке, я в Ереване, я где угодно. Вот. Я в Москве, Антиса, я в Москве, я остался. Я решил, что... Ну вот, самые сильные, они должны остаться. Сейчас. Подожди. Я, видишь, не самые сильные, даже не могу подкрутить нормально свой штатив. Вот. А я считаю, что люди, они делятся на... Люди, они делятся... Люди делятся на сильных и на красивых. Все красивые, они улетели. А мы остались. Анфис, как вы успеете? Ну, наверное, вы остались. Вам есть... Вам есть... Вам есть чем заниматься в Москве, да? Ну, конечно. У вас полно работы. Анфиса, а как ты так... Ты так хорошо выглядишь? Вообще просто слов нет. Невероятная красота. Гриша, я тебя научу пользоваться фильтрами. Фильтрами, да? Фильтр в Инстаграме, да. А нос будет меньше? Есть антиармянский фильтр? Да, есть один фильтр, Гриша. Есть фильтр, где и нос меньше, и губы больше. Что еще хочешь? Нос меньше. Мне достаточно. Анфиса, как дела? Как на Бали? На Бали прекрасная погода. Вечный балийский вайп. Все расслабленные, все очень медленные. И, честно говоря, никто не хочет работать. Никто не хочет работать на Бали? Да, на Бали все хотят работать. А на что ты живешь? Я, Гриша, живу на накоплениях. На чьи? На чьи-то накоплениях. На какие нашла накопления, на какие живу? Я понял. Ну, мне кажется, что пора возвращаться. Да, всему свое время. Обязательно вернусь. Расскажи мне, пожалуйста, что вообще интересного я смогу делать в Москве, если я туда вернусь? Не, Анфис, ты не прототип. Что у нас там? Заботится. Ты не прототип для участников эфира вообще ни разу. Потому что все-таки тебя все хотят. Мы обычные люди, которые, значит, не самые известные люди в стране. Нам вот надо как-то выживать. И в этом смысле сейчас, конечно, очень большая проблема, связанная с тем, что самая большая безработица за всю историю нашей страны в стране. Самая большая безработица. Я думаю, что мы достигнем... А 98-й год ты учитываешь? Ну, вот тот самый. А, Анфиса, я не так молод. Ты не родился еще тогда? Я не так молод. Я очень хорошо помню 98-й. И, в принципе, я даже хорошо знаю 93-й. Я думаю, что наша текущая точка, она либо приблизится, либо побьет рекорды 98-го года по абсолютному уровню безработицы. Сложная ситуация с точки зрения именно работы в компании. И об этом хотелось бы сегодня поговорить. Но, может быть, ребята напишут к нам в эфир, в чат, а какой вообще запрос у кого... Я имею в виду антикризисный запрос. У кого какой? Кто вообще... Кто с какими проблемами сейчас живет? Напишите. Потому что, может быть, вопрос трудоустройства и профессии, который... Кого уволили в конце концов. Потому что у меня из моего ближайшего округа... Ну, понятно, что у меня по найму никто не работает из моих людей. Поэтому я не слышала, чтобы кого-то уволили из моего округа. Но из разговоров с артистами шоу-бизнеса становится ясно, что концертов нет. Никаких мероприятий нет. И все артисты шоу-бизнеса сейчас ищут, как будет работать онлайн. Да, но проблема и с онлайном. Потому что у меня тоже очень много артистов, подруг, исполнителей. И им же теперь... У них нет монетизации через стриминговые площадки Spotify и App Store. И Apple Music. И теперь они монетизируются только через Сбер и Яндекс. Сбер Музыка и Яндекс Музыка. А там не настроена модель монетизации. Там не было трафика денежного. И монетизации нет теперь, Анфиса, понимаешь? И в этом смысле им тоже очень сложно. Потому что артисты и такие люди, которые все едят сразу, что зарабатывают, они не очень умеют дружить с накоплениями, с инвестициями. И в этом смысле они тоже пострадали. Поэтому, ребята, напишите, какие у вас сейчас вы испытываете сложности. Какие вы сегодня испытываете проблемы. Потому что мы с Анфисой хотели поговорить о том, какие профессии точно умерли. И какие индустрии имеют очень высокий потенциал роста. И где сейчас требуются люди, очень сильно с руками готовые оторвать людей на работу, на высокие зарплаты. Напишите нам в комментариях ваши запросы. Вдруг мы поможем вам с вашими запросами. Так, значит, я читаю комментарии все антивоенные. Антивоенные. Нет, тут есть, да, да, очень. Ну, слушай, такие реалии у нас сейчас, что... Все понимаешь. Ну, немножко поблокирую, да, людей, которые навозят нас... Вот, потому что при всей, собственно говоря, сложности, ситуации, ну, либо нужно что-то... То есть я считаю, что человек должен что-то делать. Помогать кому-то. Помогать своим близким. Работать. Куда-то себя направлять. Потому что сидеть и строчить какие-то ненавистные комментарии это явно не то дело, которым должен заниматься хому сапиенс. Да, человек разумный. А я тебе скажу, откуда это берется. Я тебе скажу, Анфис, откуда это берется. Ребят, это все берется от того, что мы все очень переоцениваем силу социальных сетей. То есть вы сильно переоцениваете социальные сети. И это зря. Многие думают, что активность в социальных сетях – это действительно решение проблемы. И это очень большая ошибка. Мы сильно переоцениваем социальные сети. Для примера. Небольшое вступление и перейдем к теме профессии. Когда была вот два года назад война, которая меня очень сильно касалась, она меня лично очень задевала, я этой войне посвятил полтора поста, хотя у меня там много знакомых и друзей было, и некоторые погибли, потому что я социальные сети не переоцениваю, и я понимаю, что их значение и влияние вот на жизнь, вот такую вот важную часть жизни, важную сферу жизни, очень низкая, это правда, особенно на нашей территории части планеты. Поэтому, ребята, кто думает, что если вы будете строчить каждую минуту комментарии, и вы тем самым как-то помогаете в ситуации, нет, к сожалению, не помогаете, знаю это по себе, все самые важные вопросы. Тебя стало хуже слышно, люди даже жалуются, как будто ты немножко в банке, ну не в том банке, не в Сбербанке, не в Альфа, не в ВДБ, а в трехлитровой банке. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, все, ситуация пока не меняется, чуть-чуть у тебя плоховато случится. Подождите, сейчас, секундочку. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, получше, да. Так, лучше? А вот пишет, что у вас здесь послышно. Вот, поэтому, ребята, в общем, не переоценивайте социальные сети. Социальные сети – это инструмент для решения очень небольшого ограниченного первичной задачи. Никогда в жизни для меня социальные сети, вот для меня, никогда не решали какие-то важные задачи. Вот важные задачи я ни в Инстаграм, ни в Фейсбук, нигде решать не мог. Я всегда в Инстаграм, в Фейсбук решаю какие-то задачи там, ну очень небольшие жизненные задачи закрываю. А важные, вот важные, вопросы больших денег, тем более вопросы политические, они решаются вне социальных медиа. Но это ладно. Итак, что происходит с работой? Мы фиксируем сейчас самый большой уровень безработицы, и он связан с чем? Он еще и не подсчитывается. Он связан с тем, что с блокировкой Фейсбука и Инстаграм практически уничтожены малые предприятия и ИПшки, у которых работало по одному, по два человека, и небольшие ООшки на упрощенке, которые занимались, ну знаешь, там, пекли тортики, шили костюмы, вот эти много-много-много десятков тысяч малых предприятий, у них больше нет бизнеса. Все вообще просто схлопнулось, потому что основной бизнес, он был в трафике из рекламной кампании в Фейсбуке и в Инстаграме, и теперь рекламную кампанию вести нельзя, ты ее не видишь. И поэтому кампании в марте доделали последние деньги на старой базе, и в апреле эти кампании попадают в кассовый разрыв. Увольняют либо всех, либо половину своих людей, живут еще апрель, как-то пытаются найти решение, и многие из них в мае финально уволят всех. У меня нет ни одного друга предпринимателя, который бы не уволил уже к этому моменту половину своей команды в большинстве сфер и в большинстве отраслей. Мы сейчас, если что-то срочно не придумаем в экономике в части МСБ, малый и средний бизнес, мы сейчас попадаем в самую сложную ситуацию с точки зрения поиска труда и реальных доходов. Потому что у людей доходы закончились, прекратились доходы у целых отраслей и индустрии. Мы с тобой говорили про артистов, которые не имеют возможности получать доходы, но это касается блогеров. Все хотели отправлять блогеров на завод, и вот пришло то время, когда похоже, что они пойдут на завод, потому что больше вариантов нет, ты больше не можешь монетизироваться ни в Ютубе, ни в ТикТоке, ни в Инстаграме. Рекламных интеграций практически не стало, их очень мало, и монетизации в Ютубе нет. К тому же еще и Ютуб заблокируется с высокой степенью вероятности в течение 2-3 недель, и как-то трафик будет опять кочевать, эмигрировать на Рутуб. В общем, ситуация с работой супертяжелая, и надо быть готовым к тому, что будет очень высокий пик безработицы. Это первое. Второе. Какие ошибки люди совершают в текущий момент? Очень важно, чтобы все понимали, Анфиса, что в текущий момент это рынок впервые в России, рынок работодателя. В текущий момент работодатель диктует условия, это очень важно, потому что в России никогда такого не было, очень давно. Всегда люди диктовали условия работодателю. Мне приходилось перекупать самых дорогих специалистов из других компаний, переплачивать в два раза, чтобы он пришел работать ко мне. И он мне диктовал условия, он мне говорил, Григорий, я буду работать на удаленке, я буду работать до 5 часов вечера, и я хочу, чтобы ты на меня не кричал никогда. И я и услышался, потому что мне нужен был талантливый член команды. Но теперь ситуация поменялась. Теперь мы находимся в рынке, где работодатель пока еще сколько-то там времени диктует свои правила. Это не потому, что я рад. Я работодатель, я рад. Нет. Мне вообще не важно. Мне может быть лучше, чтобы людям было лучше. Но вы должны понимать, что в текущий момент самые ключевые ошибки, которые вы можете совершить, это просить повышение зарплаты прямо сейчас. Прийти к работодателю и сказать, я хочу повышение. Это очень большая ошибка. Это повод ему задуматься о том, чтобы сократить издержки. Если вот сейчас у вас что? Чего? Да нет, я просто тоже задумалась о том, что я уволилась по помощнице. Меня тоже коснулись пари. Потому что я на Баре, я там в Москве. Зачем мне получится в Москве, если я на Баре, понимаешь? Вот. Я ее уволилась не на совсем, она в Лиме. Ну да, я понял. Да, да. Я тоже на самом деле... Я расстался с несколькими членами команды недавно, и у меня сердце болело. Потому что очень хочется увольнять людей. Вообще ты в них вкладываешь. А тем более не потому, что они плохие, а потому что просто ты не можешь себе их позволить. Вот. И я рекомендую, первое, не просить повышения зарплаты в текущий момент. Не выставлять никаких требований. Второе, что я рекомендую, ни в коем случае сейчас не менять место работы. Вот если вы сейчас работаете, ни в коем случае не менять место работы. То есть оставайтесь на своем рабочем месте. Мне оставаться в Инстаграм, в ВКонтакте не уходить, не менять место своей работы. А когда ты, Анфиса, последний раз работала? Ой, белый бокал сухого, прекрасно. Белое сухое, балийский вещество. Я работаю каждую минуту своей жизни. Нет, но в найме. В найме давно не работала. Вот. Ты потому что предприниматель. Ты предприниматель. А мы все-таки говорим о людях, которые работают на зарплату в каком-то месте. Не меняйте работу сейчас. Не надо поддаваться панике. Мы сегодня, вы знаете, доллар в России сегодня стоит 85 рублей. И сегодня мне утром звонил двухчасовой разговор мой друг из Дубая, который плакал мне два часа, какой он мудак, что купил доллары по 130. На самом пике паники он купил доллары по 130, причем на все рублевые сбережения. Сейчас ему нужны рубли, и он будет продавать доллары по 87. И он мне два часа говорил, какой он дурак. Никогда невозможно. Я писал об этом пост. Никогда невозможно принять правильное решение на пике паники. Не меняйте работу и не просите повышения зарплаты. Это базовые ошибки. Итого два вывода. Первый. Высочайшая безработица. Второй вывод. Не надо сейчас терроризировать своего работодателя. Ему легче всего принять решение расстаться с вами. В текущей ситуации легче всего принять решение с вами расстаться. И сейчас мы поговорим с вами о том, какие индустрии точно умерли, и в каких индустриях есть большие бабки. Мы об этом поговорим. Может быть, есть какие-то вопросы у тебя или у людей в комментариях? Я поотвечаю. Да нет, у меня вот этот вопрос назрел, самый актуальный. Какие индустрии умерли, помимо Инстаграма? Что еще? Я, например, честно тебе признаюсь, у нас, я еще не говорила, и будет какой-то официальный пост, но мы закрыли свою компанию по производству одежды. Вот, мы еще ее продаем, мы продаем вот одежду на Вайлдберрис, да, но уже вот магазина и нового пошива уже нет, потому что, к сожалению, нам стало сейчас тяжело это все продавать. А у тебя какой бизнес остался, Анфиса? У меня только остался индивидуальный предприниматель. А сколько времени у тебя сейчас на Бали, пока ребята заедут? Предпринимаю, кто там, кто здесь. Да, мой юный предприниматель, а сколько времени у тебя сейчас на Бали? 23.18, Гриш. Балийский ветер, легкий бриз, белое сухое. Белое сухое, да. Я бы сказал, что ненавижу тебя, но не могу это сказать тебе, глядя в лицо. Ты знаешь, Гриш, самый главный залог моего выхода из всех кризисов, а я застала 98... Ой, ну не надо, Анфиса, ну не надо, ну не надо. Ты ничего не застала. Уже будучи небольшим индивидуальным предпринимателем... Ты родилась при Путине, и выросла при Путине, все, хватит. Что-то индивидуальное я уже предпринимала в тех моментах. И мой секрет выхода из всех дефолтов кризиса в Путине, это жить так, как будто ничего не произошло. Продолжать... Как будто все нормально. Что? Как будто все нормально. Да, как будто все нормально. И все продолжает быть нормально, потому что из любого кризиса я всегда выходила только в Путине. Потому что та паника, которую ты говорила, паника, отчаяние, все вот эти мысли, которые завладевают человеком в период нестабильности, в период незнания, что будет дальше, к сожалению, поворачивают какие-то метафизические волны вообще не в ту сторону. И человек начинает идти не туда. И сколько у меня было друзей, которые плохо приступили из кризиса. У меня какое-то эхо ужасное. У тебя эхо, да? Я попробую еще раз наушник одеть. Раз-два. Ну как? Раз-два-три. Да, эхо. Шикарно. Так вот, сколько моих друзей, знакомых, не пережили эти кризисы. То есть как не пережили? Их жизнь стала качественно хуже после прохождения этого сложного периода. Они согласились на какие-то профессии, которые не были их любимыми, и душа бы не была расположена к ним. Они согласились на низкий уровень доходов, на смену комфортного проживания на менее комфортное. И вот так там и застряли. Потому что самое для меня главное – это не поддаваться той картине, которая рисует твой мозг о твоем будущем. А он, конечно, если ему дать волю, начинает рисовать какие-то жуткие совершенно картины. Обычно самое худшее. Обычно мозг рисует в самое худшее время. Да, он так устроен. Он так устроен, к сожалению. Он такой очень тревожный. И я очень хорошо умею свой мозг отключать. Не потому что я пью белое сухое, а потому что просто я выработала уже какой-то алгоритм, когда мой мозг паникует. Я его просто затыкаю максимальным комфортом, максимальной стабильностью сегодняшнего дня. И мой мозг каким-то образом начинает вот в этом комфорте и стабильности соображать, как сделать так, чтобы это длилось бесконечно, чтобы этот комфорт не заканчивался. Если же я сейчас начну паниковать, понижать уровень своей жизни, ужиматься, экономить, то, к сожалению, я и ментально, и в своем мышлении перейду совершенно на другой уровень жизни, и там и продолжу существовать. Это мой такой, скажем, секрет, поверенный уже годами. Но я опять же повторюсь, что я сейчас его не советую всем людям, потому что все совершенно в разных сейчас ситуациях. Понятно, когда у тебя нет накоплений, когда у тебя нет возможности поддерживать прежний образ жизни, ты не можешь мыслить так же. Но, по крайней мере, успокоить внутреннюю панику, потому что завтрашнего дня еще не существует, и мы не знаем, кто, как выберется из этой ситуации. Например, предлагаю подумать о производителях масок, которые два года назад еще были, скажем, средними предпринимателями, и тут вдруг поголовно стали олигархами благодаря не самой лучшей ситуации в мире. Ну, я хочу добавить немного левого полушария. Да, безусловно, секрет Анфисы, иногда отключать мозг, и тогда вы будете выглядеть так же охеренно, как Анфиса. Он, скорее всего, работает, потому что если мозг отключ... Подожди, подожди. Мой мозг не отключился. Я отключила панику, но не мозг. Мой мозг вовсю сейчас шурует и придумывает разные новые пути развития. А ты сказала иногда отключать мозг. Ты сказала иногда отключать мозг. Я записываю, у меня... Да, да, да. Спасибо, что ты так внимательна к тому, что я говорю. Я имела в виду иногда отключать вот эту мыслемешалку, которая в голове бесконечно подбрасывает нам новые и новые варианты плохого развития событий. Я вам так скажу, ребята. Я пробовал каждое утро. Я же человек, который пытается сопереживать. Я у Далай-Ламы был, интервью у него брал. И он сказал, что сострадание – это очень важно. И я человек, который сопереживает. Есть у меня такое качество. Сопереживать чужому несчастью. И я, конечно, каждое утро вставал и читал все, что написано в телеграм-каналах. И вечером я засыпал и смотрел еще в Ютубе об этом и в Фейсбуке. И, в принципе, я выключился. Я больше не способен был вообще ничего произвести. Ничего конструктивного. Все, меня нет. Меня как единица, которая способна что-либо создавать, не существует, потому что все мои мысли направлены только на сопереживание, сострадание. И я не могу провести ни одно рабочее совещание. И это начало сказываться на бизнесе. То есть становилось только хуже. В какой-то момент я сел и понял, что если я сейчас же не отключусь от всего внешнего трафика, какой бы он трагичный и тяжелый не был, если я от него сейчас не отключусь, станет только хуже. То есть я подведу всех. Я подведу всю свою команду. У которых ипотеки, у которых кредиты, у которых дети, которым надо кушать. Я их всех подведу единовременно. Я отключился от трафика. И более-менее я сейчас новости получаю один раз в два дня. В два дня я стараюсь смотреть, что происходит, сводку. Выводы делать из этого никакие невозможно. Потому что ни выводов, ни прогнозов. Ты просто смотришь, чтобы быть в курсе. Но сейчас такая ситуация, когда нет выводов, нет прогнозов. Поэтому совет Анфисы, связанный с тем, чтобы не паниковать, поддерживаю полностью, если хотите быть конструктивными. И совет ее, связанный с тем, что не ограничивать себя здесь. У нас с Анфисой не может быть одинакового мнения. У меня, но принципиально иное. Я спартанец. Я сразу ограничения, сразу меньше тратить, сразу больше дорабатывать, сразу накапливать. Но Анфиса думает только за себя. А я думаю, и за меня, и за нее. Я как бы за двоих нас думаю. Григорий, что-то я о чем-то не знаю. Почему ты вдруг до вас варим стал думать? Я готовлюсь. Анфис, ты что? Вот. Теперь дальше индустрия, ребята. Индустрия. Ну, что умерло? Значит, умерло все, что связано с одеждой. Все, что связано с сектором одежды. Почти все торговые центры отрапортовали, что даже российские производители, они не могут больше платить за аренду. И они покидают свои арендные места в торговых центрах. Значит, в очень тяжелом состоянии находятся рестораны, потому что закуп, он стал в какой-то момент в два раза дороже всей продукции, а цены, они в два раза дороже не поднимают, и рентабельность снизилась, резко снизилась. И часть ресторанов сейчас находится перед кассовым разрывом. Да, знаешь, я это заметила, потому я же сейчас не хожу в московские рестораны, но наблюдаю за блогерами, они все дружно, поголовно пошли делать бартерную рекламу по ресторанам. Видимо, ресторанам действительно нелегко. Причем дорогие, хорошие рестораны, которые раньше говорили, мы по бартеру не работаем, платите денежки, и будет вам банкет. Сейчас все поголовно пошли к блогерам на вот этот помирающий инстаграм, доживающий последние дни, срочно размещать свою рекламу. Ну, в общем, приглашают покушать и за это просят их рекламировать. Ну, весь закуп, он зарубежный, особенно в дорогих ресторанах, а цену поднимать в два раза мы в Москве и в крупных городах не могут. Это... Тур-индустрия практически убита, просто убита. То есть она была почти убита в ковид, и сейчас тур-индустрия добита в конец. Просто надо понимать, что больше тур-индустрии не будет. Сейчас главная шутка, это если вам плохо, Анфиса, подумайте о студенте первого курса факультета международных отношений. Это главный мем. И вот тур-индустрия то же самое. Подумайте о людях, которые подняли тур-бизнес. Вот утром у меня был товарищ, значит, Саша Цыпкин, который рассказал мне историю одного своего товарища, который потерял 20 миллионов долларов. Значит, у него был бизнес, связанный с блогосферой. Все, что связано с блогосферой, убито. Там вообще ничего нет. И, кстати, частично это касалось и моего бизнеса, потому что мой бизнес был сильно связан с Инстаграмом и с Фейсбуком. И мы на какой-то момент, нас подбило, но мы нашли сразу решение, как быть, откуда еще черпать трафик. Поэтому мы там сориентировались. Но большинство... Индустрия онлайн-образования в том виде, в котором она существовала, ее больше не будет, по крайней мере, год. Радуйтесь все на свете. Больше вот этих ужасных людей, которые зарабатывают миллиарды, ну, ужасных в кавычках, которые зарабатывают миллиарды. Ты на кого намекаешь? Все, кого не любят, так люди, которые зарабатывают миллиарды и не очень интеллигентные, а миллиарды зарабатывают, а интеллигентности не очень много. Все потому, что вот есть Инстаграм, и там они продают какие-то непонятные марафоны. Все, радуйтесь. Теперь делать это стало практически невозможно. Ну, почти невозможно. Да, там есть еще шансы, но там полгода или почти год не будет оттуда сейчас трафика. Сейчас все будут перестраиваться на новые социальные сети. И Инстаграм будет продолжать блокироваться. Будут блокироваться ВПН, потому что, Анфиса, самые счастливые люди в стране. Я их видел позавчера, мы с ними завтракали. И это владельцы ВКонтакте. Ну, не владельцы, а топ-менеджеры. Это самые счастливые люди в стране. Я говорю, сначала масочники, потом владельцы ВКонтакте. Иногда вот неожиданно что-то выстреливает такое, знаешь, ну, то, что ты совсем не думал, что придет и на их улице праздник. Да. А какие индустрии будут жить? Какие? В лед. Вообще, в лед. За в три раза больше средней рыночной стоимости требуются сотрудники в криптоиндустрию. Ну, вот, например, если средняя зарплата СММ-менеджера в Москве, допустим, 80 тысяч рублей, то в криптоиндустрии СММщик может дорабатывать 220-250. СММ в криптоиндустрии. Это практически то же самое, что и СММ, только в криптобизнесе, индустрия иная. В лед там берутся все с отрыванием рук и ног люди из NFT-индустрии. Ну, вот, например, средняя зарплата дизайнера 120-130 тысяч рублей веб-дизайнер в Москве. Средняя зарплата веб-дизайнера в индустрии NFT минимум 350-400 тысяч рублей. И если обычный веб-дизайнер сейчас это не профессия с высокой потребностью, то в NFT и в криптоиндустрии просто на разрыв, просто на разрыв требуются люди. Значит, так, тут пишут, что про Инстаграм, а как же мы в Инстаграме. Ребята, ну, мы в Инстаграме, все правильно, с охватами в три раза ниже. Упали охваты в Инстаграм в три раза ниже, дальше будут падать и VPN-ки будут блокировать. Ну, и плюс еще, вы не забывайте, что блогеры, они же себя монетизируют в Инстаграм, они продают рекламодателей или себя и свои продукты. А делать это очень сложно, когда тебе каждую минуту желают сгореть в аду. Очень сложно выходить в Инстаграм и что-либо вообще монетизировать, когда тебе говорят, сгори в аду, сгори в аду, сгори в аду. Нет, моя любимая, я, к сожалению, не успела заскринить и выложить с подписи вот такая дребедень, целый день, целый день. Значит, женщина там в куче сообщений пишет, что война в Украине из-за меня произошла. Ты виновата, пишет она мне. Вот, такие раз за разом товарищи. Можно тогда еще одно короткое отвлечение от индустрии и от работы, если уже тема «Ты виновата», она началась, я хочу все-таки всем сказать об этом, потому что говорить мне это негде, я говорю это на стримах, что не писать пост и не разводить опять дискуссии. Я, ребята, почти уверен, что все-таки личная ответственность, она заканчивается ровно там, где заканчивается личное влияние. Оно так всегда работает. Ну, вот так в моей жизни работает, потому что на моем примере я, во-первых, официальный беженец, я никогда об этом никому не рассказывал, мне там некоторые пишут, а вы вообще знаете, что такое беженцы? Мне пишут, я официальный беженец, у меня даже статусы. Значит, это первое. Второе, ну, в детстве был, а второе заключается в том, что даже несмотря на Карабахскую войну между азербайджанцами и армянами, у меня в момент войны все еще были друзья и после войны остались друзья-азербайджанцы. Я их вообще никак не ассоциировал с военными действиями. Вообще никак. Они были моими друзьями всегда и будут моими друзьями всегда. Потому что я считаю, что вот мне пишут, Григорий, ты лично виноват, вот ты лично в этом виноват. Я им не говорю, что они лично в этом виноваты, потому что я уверен, что личная вина заканчивается там, где заканчивается влияние. И влияние каждого из нас надо очень объективно оценивать. Влияние Анфисы, мое влияние, надо объективно оценивать. Оно не безгранично. Это не влияние, связанное с макрополитическими процессами. Поэтому хотел сказать, что ответственность личная, она это важно, но она там, где влияние. Где влияние заканчивается, там и ответственность заканчивается. А где у тебя есть влияние, там ты, конечно, отвечаешь. Возвращаемся к Винт. Согласна, Анфиса? Абсолютно согласна. Просто я говорю, что знаешь, я воспринимаю людей, которые полны ненависти, переполняют у них все, что они наполнены, это все выливается наружу и несут ее именно в соцсети. То есть они не идут даже какие-то действия совершать. Они сидят и максимум, что они переполнены ненавистью, двумя пальчиками, все, что у них напрягается, два пальца, строчить ненавистные комментарии людям, которые лично им или их стране не сделали ничего плохого. Я стала относиться к таким персонажам очень спокойно, как вот, например, я загораю здесь на пляже с ребенком и мимо ходят женщины и разносят соронги продают. И вот они ходят соронг, купи соронг. Соронг, соронг. Это платочек такой, которым оборачиваются девушки. Ну, платочек, считай. Платки. И вот они ходят, купи соронг, купи соронг. И ты ему говоришь, нет, нет, спасибо, я не хочу купить соронг. Они с вами, купи соронг, купи соронг. То есть это, конечно, тебе мешает загорать, мешает жить. Но ты игнорировать научилась. Да, но я научилась просто, ну, не замечать. То есть люди заняты своими процессами. Нужно продать что-то. Другим людям нужно выплеснуть кучу ненависти, которая в них накопилась. А бы куда, ну, неважно, там, вот-вот, на какие-то объекты. И просто в этой ситуации, чтобы не поддаваться этой провокации, не раздражаться на купи соронг, не раздражаться на сдохни тварь, просто надо относиться к этому, как к чему-то, скажем, из разряда дикой природы. Ну, это невозможно никуда убрать. Это будет вокруг тебя, как, не знаю, как комар, как еще что-то. Вот оно и летает. Тем не менее, мой товарищ с 200 подписчиками в Инстаграм заблокировал 4 тысячи человек. И теперь он живет счастливой жизнью без негатива у себя в Инстаграм-аккаунте. Я сейчас, честно, как, у него 200 было подписчиков, а он 400... Нет, 200 тысяч. Заблокировал 4 тысячи. Да. В общем, я тоже сижу блокирую. Ты не думаешь, что я... Я как бы блокирую тех, кто прям вот конкретно очень агрессивно и, собственно, и что-то там высказывается. Я всех блокирую. Вот. Поэтому я тоже тут делаю свое дело. Ага. Теперь главная индустрия, которая меня очень сильно касается, и в ней есть двоякая ситуация. С одной стороны, индустрия онлайн-обучения. Она практически полностью схлопнулась. С одной стороны. С другой стороны, на индустрии онлайн-обучения требуются люди по тем же профессиям с принципиально иными навыками. Например, вот были раньше в индустрии онлайн-обучения профессии. Была профессия методолог. Это человек, который умеет делать курсы. Была профессия продюсер. Это человек, который умеет управлять командой, которая создает и продает курсы. Была профессия сценарист-прогревщик. Это человек, который умеет писать сценарии прогрева. Была... Вот это вот три основные, допустим, профессии, которые были... А, и была профессия трафик-менеджер. Человек, который умеет делать трафик. Вот это были четыре профессии в индустрии онлайн-обучения. Так вот, теперь люди со старыми навыками, владеющие этим профессиям, не нужны этими профессиями, со старыми навыками. Теперь этим людям необходимо переучиться и получить новые навыки, а именно методолог. Теперь нам не нужно создавать курсы в так называемых мягких нишах. Это курсы по ораторскому искусству, по психологии, по мышлению, по как избавиться от неудачного мышления, как получить мышление миллионера. Это больше никто не покупает. Сейчас все покупают курсы «Профессия за короткий период удаленно работать с гарантированной зарплатой», «НФТ», «Крипта», «Инвестиции». Все, вот это четыре темы, в которых курсы раскупаются с лету. Сейчас все блогеры, которые продавали раньше курсы по мышлению успеха, они все столкнулись с проблемой, никому больше мышления успеха не нужно. Все хотят конкретный курс с конкретной темой, с конкретным результатом. Крипта, инвестиции, «НФТ» и «Профессия с гарантированным трудоустройством». Вот что сейчас покупают люди. И, соответственно, нужны такие методологи. Второе. Сценаристы-прогревщики. Сейчас не нужны сценаристы-прогревщики, которые будут два месяца делать тебе прогрев. Писать блогеру прогрев два месяца. Они будут рассказывать о том, что сначала надо ввести контекст, потом ввести в контекст. Какие два месяца, ребята? Нам всего-то мы можем планировать только вечер. Вот сейчас утро, мы можем вечер запланировать. Завтра что будет, мы уже не знаем. Я завтра улетаю, послезавтра я оттуда еще в одно место улетаю, и там я буду находиться, я не знаю даже сколько, без обратного билета. Я ничего не могу запланировать на месяц вперед. Сейчас нужны прогревщики, которые умеют делать экспресс-прогрев за 3-5-7 дней. И это, конечно, людям сейчас надо переучиваться. Потому что старые навыки, когда деньги доставались очень легко и очень быстро в индустрии онлайн-обучения, старые навыки больше не работают. Теперь за деньги придется сильно поработать. Теперь придется лид-лид заявку на курс не в одном инстаграм искать, а в Яндекс.Дзен, во Вконтакте, в Ютубе, пока не заблокированном, и в Рутубе, в Япи, которая сейчас раскручивается аналог ТикТока, в RCA реклама, в Яндекс.Директе. То есть надо везде теперь искать один лид, он будет в три раза дороже. Так что в индустрии онлайн-обучения появились в тех же профессиях, появилась потребность в людях с совершенно иными навыками. Вот у тебя, Анфиса, был запуск твоего курса. Скажи мне, довольна ли ты была своей командой? Ну, скажем так, я довольна была своим продюсером, но команда, которую мы нанимали, немного меня разочаровала. Но я знаю, продюсер – это твой человек, с которым ты работала, которого ты сделала продюсером, правильно? Да, да, да. Мы нанимали программу, команду, нанимали продакшн, нанимали большую команду, в которой были методологи. То есть частично кем-то довольна, методологом довольна, а сценариста я уволила. Потому что сценарист мне писал… Значит, сначала он пытался заняться распаковкой личности, на что я ему объяснила, что свою личность я распаковала, когда он еще ходил под стол, потому что я, в принципе, как бы изначальная личность, которая делает свой курс, да, а не какая-то девочка, которая должна себя как личность людям преподнести. А сценарист мне делал очень стандартные прогревы, которые он мог бы делать, ну, просто вот, ну, всем. Кому угодно, да. Кому угодно. А у меня есть опыт свой более, ну, сколько там, я с 13 лет худела, то есть у меня гигантский опыт, и я не нуждаюсь в том, чтобы пришел человек, который меня не знает, который даже не пытается вникнуть, кто я, что я, какое, что я, что я пережила, что я, как бы, какими путями я шла, и просто делает мне стандартный сценарий прогрева, который он может сделать абсолютно каждому. Я отказалась от сценариста, и, скажем, вообще отказалась от своего прогрева, я просто делилась своей историей, и это, естественно, дало результаты, потому что люди приходят на личности, на личную историю, которую ни один сценарист, к сожалению, мне прописать не смог. Почему так происходило? Почему так происходило? Я с этим столкнулся, у меня сейчас самый большой продюсерский центр в России, у меня работает 50 человек, и я их всех прошел, я их видел, всех прособеседовал, я поменял 11 сценаристов, у меня тоже был запуск онлайн-курса, я поменял 11 сценаристов, потому что приходили сценаристы, которые мне отправляли мои фотки для публикации в сторис, где я стою замечательно, смотря на закат, и там написано «Сегодня я наполняюсь», и я спросил у сценариста, а чем именно я наполняюсь, и, в принципе, я как бы не наполняюсь никогда, в жизни нет у меня такой привычки наполняться. Я тоже сценарист, который бы для моего курса по похудению написал «Сегодня я наполняюсь», был бы отправлен куда подальше, даже чем я там наполняюсь. И я говорю, что такое наполняюсь, чем я наполняюсь? Она говорит, ну, наполняюсь, так все пишут, наполняюсь, и она мне начала отправлять, где другие блогеры пишут «Я наполняюсь, я наполняюсь, я наполняюсь». Почему ты не способна включить мозг и подумать о чем-то ином, кроме того, чтобы про наполнение? Что это, наполнение стакана? Мне кажется, сценаристы, они очень действуют какими-то стандартными схемами, они не пытаются глубоко, эмпатично проникнуть в личность человека, которому они пишут прогрев. Потому что для этого, например, я всегда считала, когда я делала программу «Секс. Анфиса Чеховой», и долгое время писала сама себе подводки, я взяла себе сценариста, который должен был делать это за меня. Потому что в какой-то момент у меня уже было столько дел, что я не успевала писать сама себе тексты в кадр. И этот сценарист просто начал писать какие-то стандартные, вот такую вот, знаешь, из журнала «Космополитен» какую-то хню. Вот, и я сказала, слушай, давай ты со мной вот неделю покатаешься по всем моим делам, послушаешь меня, обникнешь, что я за личность, что я за человек, пообщаешься с моими друзьями, и ты составишь себе картину того, как ты должен, что должен для меня писать. Вот, после вот этой недели, собственно говоря, девочка стала удивительной писать хорошие тексты, потому что она просто поняла, кто я, и узнала, какая я. Вот это очень важно для сценариста, то, с кем он работает, им проникнуться, понять, в чем его индивидуальность и уникальность, в чем он не такой, как все, в чем его история. А сценаристы многие этого не делают. Почему они этого не делали? Потому что достаточно было пойти на двухмесячный курс, получить профессию сценарист-прогрева для блогера в Инстаграм, научиться трем-четырем тупорылым шаблонам, ну тупорылым для кого-то, для меня, например, тупорылым, и зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц. Раньше было достаточно, чтобы зарабатывать 150, а некоторые сценаристы зарабатывают 500, а некоторые 700 тысяч рублей в месяц. Достаточно было пойти на двухмесячный курс и научиться примитивным, простым шаблонам. И эти шаблоны отправлять на Чехову, на Аветова. Я уверен, что эти сценаристы на Чехову и на Аветова отправляли бы одно и то же. Когда люди начинают какую-то новую профессию, да, никому неизвестно, что такое сценарист-прогрев этой профессии, там, не знаю, год максимум, да, я раньше не слышала, то люди, которые пока еще не поняли, из чего выбирать, они не видели всю палитру, да, вариантов, они хватают и вот это то, что есть. То есть на вот этих первых порах, когда, это как с Инстаграмом было, когда они понимали, кто из звезд делает лучшую рекламу, хватали всех. Когда поняли, что вот это делает качественно, а вот это просто там криво-косо покажет, там, не знаю, там, пудру вот так вот, о, смотрите, новая пудра, никто не поймет. Тогда, пока заказчики не понимали качество каждого блогера, они покупали все. Вот то же самое со сценаристами. Пока не поняли, пока на рынке не появилось достаточное количество бездарных, и из них там несколько талантливых сценаристов, все хватали, что было. Сейчас уже эта профессия развилась до такой степени, что ты четко уже понимаешь, что тебе не надо, и начинается такой естественный отбор. То есть все сценаристы, которые тебя наполняли, да, или там, я в ресурсе, я в моменте, я наполняюсь, я на высоких вибрациях. Вот все сценаристы, которые так шаблонно мыслят, они просто стали постепенно отодвигаться. И их не заказывают. Я говорю, что я одного уволила, пришло бы таких пять, я пять их уволила, я бы ни с кем не стала бы работать, потому что я уже четко понимаю, как должно быть. Я уволил 11 человек, хотя у меня сейчас работает 50 сценаристов, и я принял решение, что в силу того, что мы сами сапожники, мы не можем быть сапожниками без сапог, нам необходимо научиться самостоятельно готовить для индустрии онлайн обучение, особенно сейчас, когда индустрия находится в непростой ситуации, она полностью переформируется, нам необходимо готовить людей, которые будут гарантированно трудоустроены. По этой причине мы запустили годовой курс «Мегаавтор». Годовой. То есть мы сделали такую штуку, когда стало понятно, что короткие курсы, которые дают очень быстро какой-то очень неограниченный набор инструментов, которые являются своим ремеслом, они изжили себя, что они не работают, потому что у человека не формируется профессия за достаточно период времени. Мы приняли решение вывести на рынок сейчас в кризис программу, которая будет длиться год, и она еще и будет с очными модулями. То есть она будет очно-заочная классическая программа. И мы хотим, чтобы на этой программе были подготовлены такие профессионалы, которых с гарантированным трудоустройством я возьму на работу, и мои партнеры и коллеги тоже возьмут на работу. Поэтому мы говорим о том, что все люди, кто пойдут на эту программу учиться, они все будут гарантированно трудоустроены, если не захотят работать на себя. Мы обучаем на годовой программе сценаристов, как делать экспресс-прогревы, как жить жизнью человека, как научиться писать, как человек мыслит. Мы готовим трафик менеджеров, как делать трафик из ВКонтакте, из Яндекс.Дзена, из тех социальных сетях, которые сейчас будут работать, как делать прогревы в Телеграме. Вот это вот особенно интересная штука, потому что сейчас все курсы, которые продаются, они все продаются, конечно, через Телеграм-каналы. У тебя твой Телеграм, сколько подписчиков, кстати, Анфиса? Слушай, 36 тысяч всего. Я с блогерами лёгикой, 36 тысячника. 36 тысячника. Теперь мы с тобой хотя бы на равных можем разговаривать. Да. Теперь я не буду смотреть на тебя сверху вниз. Ты не будешь теперь на меня смотреть с высока. Теперь у меня хоть какие-то шансы есть, наконец-то, уже с Анфисой. Значит, трафик-менеджер. Третья профессия, которую мы даём на программе «Мегаавтор», это профессия методолог. При этом это методолог, который сможет сейчас производить курсы, нужные для российского рынка. Это четыре темы, которые я только что сказал. И методолог, который сможет делать профессии, нужные для зарубежного рынка. Огромное количество онлайн-школ российских перешло сейчас на внешние рынки. Они перешли работать в Латинскую Америку. Туда переехали практически все. Все онлайн-курсы сейчас запускаются на бразильский рынок. И немного переехало в Индию запускать онлайн-курсы на индийский рынок. Я, например... А бразильцы что запускают? На бразильский рынок все те же курсы Анфиса, что были в России до кризиса и до военной операции, сейчас запускаются отлично в Бразилии. Например, ты свой курс по похудению при наличии крутого методолога, выпускника моей программы «Мегаавтор», ты свой курс по похудению через два месяца уже запустишь на португальском, бразильском. Ну, у них там... Подожди, но они, по-моему, там не собираются худеть, им нравится их форма. Да, это правда. И в Индии тоже формы востребованы, так что я никогда... Это правда. Там действительно формы, вот те, с которых ты шла, это как бы так никто не делает. Там на всех... Твои те формы идеальные как раз для пляжа Рио-де-Жанейро. Я там никак не выстрелил со своим похудением. Но мне кажется, что похудение, оно везде одинаково нужно, потому что, ну, как бы, там же не всегда это попа. Там же... Ну, я не очень разбираюсь, ты скажешь. Но мне кажется, похудение в Бразилии рабочая тема, поэтому ты можешь абсолютно спокойно запустить свой курс на бразильский и португальский. И ты там будешь великолепно. И это новый рынок. И это, что самое главное, валютная выручка. Ну, и те ребята, которые смогут научиться профессии трафик-менеджер, методолог и сценарист, они автоматически еще и получат профессию продюсера. И вот я, ребята, хочу вам сказать, что те, кто закончит программу мега-автор и получат профессию продюсера или методолог, или сценарист-прогревщик, я с гарантией стопроцентной возьму на работу даже не после выпуска, а уже в момент обучения. Поэтому сейчас, когда мы выпускаем программу мега-автор годовую, очно-заочно, мы сразу рассчитываем на то, что мы себе готовим команду. И себе, и моим партнерам в Синергию, и Анфисе Чеховой. Мы всем сразу готовим сотрудников. Так что переходите ко мне в профиль, переходите по ссылке, которая есть в моем профиле, оставляйте заявку, и у нас команда с вами свяжется. Если вы хотите работать в индустрии онлайн-курсов, то я вам рекомендую сейчас быстро переучиться. Тем более, что стоимость обучения это единственное, что не выросло в России. Единственное, что не выросло. Самые глупые побежали покупать сахар. Люди чуть поумнее, но все равно очень странные. На пике доллара пошли покупать машины. На пике доллара. Они сейчас, кстати, в цене упали на 15%. Вот мы там два запроса делали с другом. Хотим машину купить ему. И, знаешь, они все упали. А там кто-то уже купил. А там 15% это много миллионов рублей. И поэтому я вам рекомендую, если уж куда-то вкладывать деньги, вот вы пишете инвестиции, инвестиции, то, конечно, в собственное переобучение и перепрофилирование. Слушай, тем более, что вчера у меня был эфир с джиотиш-астрологом. И она сказала, что по всем тенденциям там Сатурн и Джиотиш. А, джиотиш. Джиотиш. Это древнеиндийская астрология, которую они, в общем-то, предсказали. Вот эту всю жопу, которая у нас настала. Дело в том, что по их прогнозам сейчас самое лучшее, что могут делать люди, это обучаться. Для этого есть сейчас все показатели по звездам. Это не только говорит вам Григорий, как руководитель, да, там, обучающих центров и руководитель главной, единственной в мире обучающей соцсети, правильно, образовательной соцсети. А ты можешь просто... Артис, ты можешь просто называть меня главным? Да, вам говорит главный... Главный беженец. Главный беженец России. Беженец МР-1. Который... Беженец МР-1. Так вот, да, так вот, значит, сейчас даже звезды всем советуют учиться. И я, несмотря на свое вечное убеждение, что я совершенно не могу выучить английский, например, в теории, в кое-то веке, во-первых, решила выучить английский, пока здесь на Бали, поскольку мне не хватает моих знаний. Б. Я решила научиться водить байк, потому что я все, сколько живу, сколько езжу в Азию, не могу ездить на байке, я все время живу на каких-то такси, это меня замучило. Плюс я продолжаю учиться на психолога, получать второе высшее. И хотела пойти к Григорию чему-нибудь научиться, но он сказал, что со мной это не прокатит. Не-не-не, я сказал, я сказал, Анфиса, что с тобой только личные занятия. Личные занятия, и лично будешь сдавать зачеты и экзамены мне все. Я тебя со студенческим билетом буду ждать у тебя в кабинете каждый день. Как мой учитель литературы. Я не знаю, что у тебя там было с учителем литературы, Анфиса, я надеюсь, что он тебе не оставил никакую травму. И, в общем, ты сможешь мне сдавать все на пятерки. Это знает только мой психолог, лишь только мой психолог знает. В общем, друзья. Ну, в общем, живите прав. Учиться надо, Анфиса. Я тоже пошел на английский, хотя у меня английский вроде как нормальный, но я пошел еще учить английский еще больше, потому что сейчас можно вкладывать деньги. Ну, явно, очевидно, ну, куда еще вкладывать? Очевидно, не во все, что выросло в два раза на панике. Вкладывать деньги сейчас в себя. Ну, я знаю, что ты вообще-то в Индию, в Индию уезжаешь. Это тебе индийский нужно учить? Я улетаю в Мумбаи, а в Мумбаи все-таки, так как это бывший Бомбей, в Мумбаи все-таки англоязычный город. Это бывшее британское окно в Индию, британской колонии, поэтому я надеюсь, что мне английского там хватит, а тем более мой английский, мой английский, он такой уже, как индусы разговаривают. Become like Indian English. Но, тем не менее, я учу, сейчас вот я пошел на учебу, и еще я, кстати, еще я хочу пройти обучение по тому, как лить трафик из ВКонтакта. Это тоже для меня очень важно, и для нашего бизнеса. Мы как раз это интегрируем в Мегаавтор, мы зовем руководителей ВКонтакте, чтобы они рассказали, как делать деньги. Я хочу на него ответить. Бразильский менталитет не такой, как русский. Это неправда. Бразильцы на самом деле, они как русские. По менталитету очень близки к русским. И индусы, как это ни странно, по менталитету близки к русским, хотя они очень другие, они как будто с другой планеты, но они вообще хорошо относятся к России. К России они хорошо относятся, индусы. А бразильцы, они вообще по менталитету очень на нас похожи. Поэтому я уверен, что экспорт российских курсов на зарубежные рынки это один из важнейших стратегий любого предпринимателя, который занимается сбытом онлайн-курсов. И Анфиса, я вот не шучу, я тебе серьезно говорю, что тебе надо тестировать свои запуски на зарубежной аудитории. Я думаю, что я, да, в Индии там же все женщины в теле. Вот. Если... Анфиса, тебе уже поздно. Ну и плюс... Нехренне было худеть так. Это надо было делать полгода назад. Сейчас ты уже опоздала. Тебе... Тебе... Тебе сейчас на азиатский рынок, если уж по внешности говорить, выходить, потому что ты стала тоненькой, как азиатка. Я вообще в шоке с твоего инстаграма. Я сначала думал, это фотошоп, потом, если бы пообщался по видео-звонку и понял, что нет, ни хрена не фотошоп. Оказывается, реально, как удела девочка. Гриш, давай подытожим то, что ты сегодня сказал, что сейчас самое правильное, что могут сделать люди, это обтучиться на новую профессию, потому что все старые модели уже устарели. Да. И действительно, мир выходит на совершенно какой-то новый виток, где востребованы совершенно другие профессии. Для того, чтобы мы все не бесконечно не выгоняли из своих бизнесов, нерадивых сценаристов, методологов и так далее, все-таки они должны быть обучены профессионально. Это не один, не два месяца, это как минимум год. Правильно? Да, за два месяца невозможно получить нормальную профессию. Соглашусь, потому что мы только что с тобой обсудили, какие через два месяца обучения приходят сценаристы с потоком, ресурсом и инсайтами. Соответственно, год обучения, сейчас, когда у людей нет денег, могут ли они взять рассрочку от обучения? Да, 60% одобрения и рассрочки. 60% сейчас одобрения и рассрочки. Это с одобренной рассрочкой получается 13 тысяч рублей в месяц обучения. и мы точно понимаем, что на третий месяц стоимость обучения уже будет отбита либо зарплатой, либо зарплатой, либо собственной Через 3 месяца ты трудоустраиваешь этих людей к себе? С гарантией, если человек захочет прийти ко мне на работу. Но я думаю, что большинство наших студентов не захотят прийти на работу и решат работать на себя и самостоятельно делать запуски. Для этого они получат все инструменты. Обалдеть. И я жду тебя в Москве, Анфиса, хотя я буду в Мумбаи, но я жду тебя в Москве, будучи в Мумбаи. Ты типичный мужчина. Я жду тебя в Москве, хотя бы в Мумбаи. Я думал, ты сейчас кажется типичный армянин. Спасибо хотя бы, что просто мужчина. Анфиса, я жду тебя в Москве, будучи в Мумбаи. Будем обсуждать с тобой, как запускать твой курс с помощью наших студентов Мегаавтор на латиноамериканский рынок и на индийский рынок. Посмотрим, есть ли у нас шанс. Ну, я думаю, что да. Там много худеющих женщин, как и во всем мире, я полагаю. Я рад был тебя видеть, Анфиса. Ты великолепна, ты безумно красива. Я, значит, завидую тебе, что ты там, а я тут. Но ничего. Я не знаю, Бали далеко от Мумбаи, интересно. Но ты работаешь, понимаешь, ты работаешь, а я всего лишь обретаю дзен. Я работаю ради нашего будущего, расслабляйся, отключай панику, сходи на ретрит, помедитируй. Спасибо большое, дорогие друзья, которые были сегодня с нами. Эфир я, конечно же, выложу. И действительно, собственно говоря, любые ученые вам скажут, не дадут соврать, что выживают лишь те, кто умеет адаптироваться. Если какой-либо организм, животное, человек, любое живущее на этой земле не адаптируется, то он вымирает. Именно поэтому всегда во все сложные времена выживают те, кто очень быстро меняет профессию, очень быстро подстраивается под реалии. И сейчас реалии вот таковы. И это зависело не от нас, но мы должны теперь это расклебывать. И Гриша, собственно, предложил вам очень классные варианты. Особенно мне понравилось про трудоустройство, потому что важно начать обучение, зная, что ты в любой момент можешь всегда устроиться на работу к тому, кто, собственно говоря, тебя обучает. Ребята, держитесь. Нам всем надо из этого кризиса выйти только сильнее. С кубиками на животе круто выглядеть, стать красивее, умнее, лучше знать языки и быть богаче. Это наш план выхода из любого кризиса. Берегите здоровье. Согласна. Всем пока. Пока. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok